Здравствуйте! В эфире информационная программа новости РФЦНЕП. В студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. День учителя на объектах атомной отрасли. В департаменте образования прошла встреча в рамках ежегодного проекта. Сотрудник Института теоретической и математической физики РФЦНЕП, обладатель престижной премии в номинации «Молодой ученый». Соревнования по настольному теннису в личном и командном зачете. Завершилась 18-я спартакиада среди сотрудников РФЦНЕП. В Доме учителя прошла очередная встреча в рамках проекта «День учителя» на объектах атомной отрасли. В ней приняли участие педагоги школ города и старшеклассники. На встрече говорили о международных научных работах в ЦИРНЕП и вкладе Федерального ядерного центра в НИФ в фундаментальную науку. Подробности в следующем репортаже. Дмитрий Будников в далеком 1999 году был среди тех, кто в составе делегации сотрудников РФЦНЕП работали в Европейском центре ядерных исследований. Свою лекцию для учителей и учеников школ города он разделил на три условных части. И первый посвятил истории создания ЦИРНЕП и людям, которые в нем работают. По словам заместителя директора Института ядерной и радиационной физики, более половины ученых-физиков в мире так или иначе связаны с работами, которые проводятся в этом международном научном центре. Эти ученые представляют более 500 научных центров и порядка 80 национальностей. Отвечая на вопрос, работают ли там российские ученые, мужчина признался, что наша страна находится в ЦИРНЕ в статусе наблюдателя и научными изысканиями не занимается. Но каждый год в этом международном центре проводятся дни, когда у учителей физики со всего мира есть возможность попасть в ЦИРН и своими глазами увидеть, как ведутся работы, поговорить с учеными, услышать про самые передовые открытия и разработки. Проходит летом, так называемые само-студенцы приезжают, когда великие ученые с большим именем начинают читать лекции по физике. По физике, причем посещение или участие даже в таких лекциях очень престижно в Европе. Среди тех, кто присутствовал на лекции, были учителя нашего города, которые, пройдя конкурсный отбор, попали в эту программу. Наталья Ларионова побывала в ЦИРН 5 лет назад. Как рассказала педагог лицея номер 15, поездка получилась очень насыщенной и познавательной. Это как раз та самая возможность, когда учитель погружается в современную науку, где он общается с современными учеными, которые находятся на краю науки, где у него есть возможность посмотреть все эти детекторы вачеводронного коллайдера. Видео и фото, сделанные лично, рассказы очевидцев о месте, где работают лучшие умы планеты, все это не просто оживляет урок. Это дает старшеклассникам почву для размышлений о своем будущем, а у некоторых становится толчком в выборе профессии. Основная цель вот этой научной школы для учителей, она как раз заключается в том, чтобы учитель, загоревшись сам, приехав сюда, мог рассказать все это своим ученикам и таким образом привлек своих учащихся к современной науке. Научная лекция в Доме учителя – одна из многих, но в то же время своеобразный эксперимент. В этот раз послушать о работах РФЯЦ внеф для Европейского центра ядерных исследований пригласили не только учителей. Большинство мест в зале заняли старшеклассники. После последней встречи учителя города подошли к нам с предложением о том, чтобы включить старшеклассников в этот проект. Настолько им понравилась лекция нашего докладчика. И в этот раз, вы видите, мы учли это пожелание, и сегодня мы встречаемся в увеличенном зале. Сидящие в зале старшеклассники с интересом слушали об истории создания ЦЕРНА, задавали уточняющие вопросы и даже пытались построить гипотезы, куда и как может рассеиваться энергия, возникшая при разгоне частицы в андронном коллайдере. Энергия, она со ударения надевается, она потом рассеивается, вместе с заряженными частицами уходит. Она взрыва как такового не происходит. Артем Федоров после учебы в ВУЗе хочет вернуться в Саров. Молодого человека привлекают научные исследования, а рассказ о возможностях и перспективах работ в ЦЕРНе еще больше укрепляет его уверенность в том, что его будущее в науке. Нам рассказывали про организацию ЦЕРН, как она двигает науку, и мне понравилась эта тема. Я бы хотел, возможно, после ВУЗа вернуться в Саров и продолжать развивать физику, но не оборону именно, а вот двигать науку. В зале Дома учителя на лекции школьников и преподавателей объединяло стремление к познанию мира, поиску новых возможностей человека, желание расширить свои знания об окружающем мире и вселенной. В лекции Дмитрия Будникова каждый нашел что-то свое, то, чего никогда не знал. Мне понравились сами установки, которые находятся во Франции. Невероятная скорость, всего на 3 метра в секунду ниже, чем скорость света, и это фантастически. Уникальные разработки, на мой взгляд, и в этом будущее. В декабре этого года пройдет еще одна встреча в рамках проекта «День учителя на объектах атомной отрасли». А опыт, который был получен в ходе встречи сотрудников городообразующего предприятия, преподавателей и учеников школ города, будет приумножаться. Следующие лекции будут подготовлены сотрудниками Института физики взрыва. А значит, можно быть уверенным, что это будет интересно. Сотрудник Института теоретической и математической физики РФЦНЕФ Вадим Курулин стал обладателем премии «Скопус Эвордс Раша», как один из самых цитируемых молодых ученых по версии крупнейшей единой базы аннотации и цитирования рецензируемой научной литературы. Саровчанин отмечен в совместной с госкорпорацией «Русатум» специальной номинацией «Молодой ученый». Премия присуждена за цикл научных работ в области вычислительной гидродензии. Интерес к точным наукам, появившийся еще в школьные годы, определил выбор профессии и лег в основу научной деятельности, которую уже сегодня с уверенностью можно назвать успешной. Начальник научно-исследовательской группы РФЦНЕФ, кандидат физико-математических наук Вадим Курулин признан одним из самых цитируемых молодых российских ученых по данным «Скопус» и обладателем престижной награды за вклад в развитие науки в атомной энергетике. Это направление, когда с помощью компьютера мы воспроизводим натурный эксперимент. Простым языком мы можем моделировать обтекание крыла на компьютере, не проводя опыта, натурного опыта. После окончания школы Вадим поступил в Саровский физико-технический институт. Получил красный диплом по специальности прикладные физика и математика. Защитил диссертацию и стал обладателем ученой степени кандидата физико-математических наук. Молодой специалист Рафиат Снеев участвовал в нескольких проектах Российского фонда фундаментальных исследований. По окончании института у меня был выбор идти по физической специальности работать в экспериментальной физике, либо заниматься моделированием различных физических процессов численно. Я выбрал второе и не жалею. На пути профессионального роста Вадима встретились преподаватели и научные сотрудники Рафиат Снеев, которые стали наставниками для молодого ученого и привили ему любовь к техническим наукам. После окончания аспирантуры Вадим Курулин сам стал научным руководителем для трех аспирантов второго года обучения. Получить высокий индекс цитирования в наших условиях достаточно сложно, потому что это связано со спецификой института ВНИЭФа. И это гораздо сложнее, чем, например, в Академическом институте, где индекс цитирования является основным продуктом. И это лишний раз повышает значимость вот этого достижения Вадима. В настоящее время это основной параметр оценки ученого. Он в значительной степени может быть и несовершенен, но это общепринятый параметр, который оценивает уровень достижений ученого в мире. Сегодня Вадим руководит научно-исследовательской группой в Институте теоретической и математической физики РФЯЦНЕЕВ. Команда специалистов под руководством молодого ученого занимается исследованиями в рамках известного проекта ЛОГОС, который создан для промышленного 3D-моделирования и призван создать комплексное описание технически сложных объектов с учетом большого числа физических процессов и высокой степени детализации. На выходе это уменьшит число испытательных стендов и экспериментов, а также сократит сроки проектирования изделий. Основное мое направление – это гидродинамика и турбулентное течение. И моя задача нашей группы исследователей – это создавать алгоритмы и технологии для моделирования гидродинамических течений. Результатом нашей работы является программа, которую могут использовать инженеры, чтобы моделировать свои какие-то конструкции. Это либо авиационная промышленность, либо кораблестроение, либо атомная энергетика. Начиная с 2013 года, Вадим Курулин вместе со своим научным руководителем, начальником научно-исследовательского отдела ИТМФ РФЯЦНЕВ Андреем Козелковым, публикует результаты своих научных исследований в престижных технических, российских, переводных и иностранных изданиях, участвует в конференциях и обменивается опытом в различных областях научных знаний. Как говорит мой научный руководитель, за три дня хорошей научной конференции вы можете узнать больше, чем за год чтения книг. Самая интересная конференция – это где узкая тематика, как раз вычислительная гидродинамика, и где представительные, где участвуют представители школ научных, которые занимаются тем же самым, что и мы. Вадим Курулин уверен, что за успешным молодым ученым всегда стоит талантливый научный руководитель, способный направить, подсказать и грамотно выбрать путь для исследований. Наставник Вадима Андрей Козелков сумел разглядеть в молодом специалисте желание развиваться в науке и помог молодому руководителю собрать вокруг себя команду единомышленников. Благодаря его фундаментальному физическому образованию, физико-математическому, еще и в математику, ему действительно удалось добиться серьезных результатов как в фундаментальной, так и в рекламной науке. Вадим Курулин вошел в число 19 самых цитируемых молодых ученых страны. Сотрудник РФИАЦНЕФ отмечен в совместной с Госкорпорацией Росатом номинации молодой ученый. Торжественная церемония вручения награды прошла 8 ноября в Москве. Завершилось 18-е спортикиадр ФИАЦНЕФ. Заключительные соревнования прошли по настольному теннису, который был одним из первых видов спорта, включенных в традиционные состязания среди сотрудников ядерного центра. Соревнования прошли в личном и командном зачете. За звание сильнейших боролись 12 сборных. Настольный теннис – это одна из самых азартных, интересных и доступных спортивных игр. Среди увлечений сотрудников ядерного центра он занимает одну из лидирующих позиций. Доступный инвентарь и простые правила игры сделали этот вид спорта одним из популярных в спартакиаде работников РФИАЦНЕФ. История этих состязаний берет свое начало в 2001 году. Истоки свои берет из первенства завода. То есть, со временем это было не спартакиада в НЕФ, а спартакиада завода в НЕФ. За почти 20 лет спартакиада претерпела некоторые изменения. В программу соревнований постепенно добавлялись виды спорта, к которым сотрудники ядерного центра проявляли больше интерес. Изменилось и количество команд-участниц. В 2001 году было 20 команд. Сейчас у нас поменьше в нашей спартакиаде всего 12 команд. Но они объединились, поэтому и стало 12. Команда «Союз» от Института теоретической и математической физики с первых игр спартакиада заняла лидирующие позиции в турнирной таблице. Капитан сборной считает, что доступность настольного тенниса сделала его популярным среди людей разного возраста. Настольный теннис – это очень чудесный вид спорта по многим причинам. Первая причина. Так как это игровой вид спорта, в него играть очень интересно. Он захватывает. С одной стороны. С другой стороны, в этот спорт можно на очень высоком уровне играть очень-очень долго. Перекидывание ракетками маленького мяча через стол вызывает у людей ошибочные впечатления о незамысловатости этого вида спорта. И кажется, что и у игроков нет определенной тактики игры и достаточно просто вовремя отбить мяч. Но Олег Коваленко с этим в корне не согласен. Часто вот, казалось бы, невзрачная игра, но думчивый партнер или соперник, в зависимости от того, с тобой он играет или против тебя, выигрывает, потому что он чувствует соперника, знает, что думает соперник об этой игре. И, скажем так, хитрит, обманывает. В этом заключается игра, в этом заключается мастерство. Чем сильнее соперник, тем сложнее и интереснее становится игра, считает Олег. В этом случае хочется проявить всю силу воли и все мастерство. Профессиональная игра соперников добавляет не только азарта, но и позволяет принять некоторые удачные приемы. Мне интересны соперники сильные, у которых я могу проиграть, потому что только в этом случае победа вызывает много положительных эмоций. Конечно, я боюсь проиграть, и именно поэтому ощущение победы, оно сильное и приятное, потому что это преодоление страха. Команда «Союз» одержала безоговорочную победу, заняла первое место в спартакиаде по настольному теннису, не проиграв ни одного матча в этом спортивном состязании. Команды-победительницы получили дипломы и памятные подарки. Дальше спортсмены будут соревноваться за звание сильнейшего игрока в личном первенстве. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok